Виновных в катастрофе малазийского Боинга над Донбассом могут осудить заочно. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии. Она призвала Москву начать сотрудничать со следствием. Того же требуют и родственники погибших. Накануне третьей годовщины трагедии они установили скамью ожидания перед посольством России в Нидерландах. Елена Абрамович продолжит. Это символическая скамья памяти. Родственники жертв катастрофы MH17 установили ее у посольства России сегодня утром. На лавочке табличка, где на английском языке указана дата трагедии. 17 июля 2014 года и количество погибших 298 человек. А по-русски написано «Человечность превыше политики». У стен посольства просидели час, потом передали письмо с требованием рассказать правду о происшествии. Увидеть суд над виновными – вот чего добиваются родственники погибших. Международный трибунал стал бы для них самым приемлемым вариантом, однако Москва против. Она заблокировала соответствующую резолюцию ООН еще в 2015 году. Теперь страны Международной следственной группы договорились о судебном процессе в рамках голландского законодательства. Однако и тут Россия сразу предупредила. Считает такой суд нелегитимным. Промежуточные итоги расследования свидетельствуют. Ракетную установку «Бук», из которой был сбит «Боинг», привезли из России. Стреляли с неподконтрольной Украине территории. Дело ведут государства, которые потеряли в катастрофе больше всего граждан. Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия. Украина содействует. Россию регулярно призывают к участию. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы привлечь виновных к ответственности. Возможно, потребуется заочный судебный процесс. Сообщалось, что некоторые свидетели были задержаны в России. Я настоятельно призываю России выполнить резолюцию Совета безопасности и сделать все возможное, чтобы помочь привлечь этих людей к ответственности. Тем временем голландцы готовятся к годовщине трагедии. Именно эта страна понесла самые большие потери – 193 человека. В память о погибших высадили деревья под каждым табличка с именем. Надеюсь, родственники погибших это оценят. Важно, чтобы они знали, мы сочувствуем. Тут таблички и в некоторых местах вы можете увидеть, что погибли целые семьи. Это не может оставить тебя равнодушным. Официальное открытие парка с мемориалом запланировано на завтра, в третью годовщину трагедии. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.